МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она в нашей студии. Екатерина Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Совет Федерации регулярно обсуждают тему о сбережении традиционных духовно-нравственных ценностей. Какова роль в этом вопросе непосредственно сельской интеллигенции? Мы понимаем, что сегодня села — это те, прежде всего, пространства, которые не просто сберегают то глубинное, народное, что зародилось веками и сохранялось веками на нашей земле, но главное, что они могут передать свое видение, свою любовь к родине, понимание истории своей родины, малой и большой родины нашей России, тем, кто рядом, своим воспитанникам. Это так важно, что, наверное, можно об этом говорить бесконечно. Я должна сказать, что те ребята, которые уходят сегодня защищать родину, в какой-то значительной части, это тоже жители наших сел, поселков, небольших территорий. Они любят родину по-настоящему и умеют ее защитить по-настоящему. Но вот вы отметили в работе дискуссионной площадки, что приняли участие представители 53 регионов. Говорит ли это о большом внимании к поднятой теме? Я думаю, что да. Вот заявились на площадку и приняли участие в работе более 80 человек. И это большое очень количество людей, которые хотели высказать свою точку зрения по поводу того, что нужно сделать вообще в России, и в частности на селе, для того, чтобы духовно-нравственные, традиционные российские ценности передавались из поколения в поколение. Ведь это залог национальной безопасности и суверенитета нашей страны. Это сегодня очень важная, одна из самых главных тем, которая не только должна обсуждаться, а задача, которая реализовывается на практике. Поэтому я совершенно убеждена, что тема была интересна, потому что у нас была самая многочисленная площадка. Да, мы очень внимательно следили за трансляцией, за дискуссионной площадки. И большинство участников все-таки были женщины, а не мужчины. Мужчины, видимо, остались на хозяйстве, как говорится. Что это значит на самом деле? Значит ли это, что это все-таки женская тема, и женщинам отдан приоритет в решении такого рода задачи? Нет, я думаю, что это значит не это, а то, что у нас были прежде всего сельские работники культуры и сельские педагоги. А это кто? Это прежде всего женщины. Да, но вы, наверное, обратили тогда внимание, какие они красивые, какие они одухотворенные, какие они убежденные в том, что они делают и говорят. Вот, несмотря на то, что нас было очень много, мы слышали друг друга, и я была покорена их энтузиазмом, их самоотдачей, их энергией. Вот такие настоящие люди. Просто почаще нам нужно. Они действительно по-настоящему передают все вот эти традиции, которые сохраняют. Я был не раз свидетелем, когда бываю на периферии или в селах довольно-таки часто. Им удается это сделать не для галочки, эти мероприятия. Потому что они убеждены в том, что они делают. Вот в том-то все и дело. А какова роль все-таки вот этих сельских школ и домов культуры, о проблемах, о которых сегодня шла речь и на пленарном заседании? Вот они какую роль играют? Ну, конечно, это центр жизни села. Если есть хорошо работающий дом культуры, который может в себя вбирать все, и музей, и библиотеку, и различные кружки, и творческие коллективы, если есть школа, которая работает по такому же принципу, значит, село живо. Если нет школы и нет сельского клуба, село умирает. Поэтому они осознают ту роль, которую они играют на селе, то значение, которое сельские жители придают, их очагу, так скажем, жизни у себя в малом поселении. И очень ответственно к этому относятся. И меня это... Вот возможность оценить и, главное, вложить свою душу в то, что ты делаешь. Это очень важные качества, которые реально, которыми обладают коллеги, которые были сегодня на площадке. При этом мы слышали очень много проблем, и они пытаются своими силами решить эти проблемы. Я имею в виду, прежде всего, домов культуры. И оснащение, и поддержка, и ремонт. Для того, чтобы жизнь вокруг этого дома культуры продолжалась. И внутри него, и вокруг него. Вот что это за проблемы? Как вы считаете, какие проблемы все-таки в приоритете на сегодняшний день? Ну, безусловно, нам по программе комплексного развития сельских территорий сейчас очень много делается для того, чтобы были произведены необходимые ремонты. Было оснащение. Министерство культуры по программе национальная культура и творческие люди в рамках этой программы делают очень много для того, чтобы подготовить соответствующие кадры, оснастить клубные учреждения необходимым оборудованием, музыкальными инструментами. Но эта работа совершенно точно имеет свои результаты. Потому что, как очень верно заметила Валентина Ивановна, тон даже выступлений и их содержание очень изменилось за те несколько лет, что вот мы встречаемся на площадке Совета Федерации с коллегами. Но совершенно точно эту работу нужно продолжить. И еще, прежде всего, это кадры на селе. Об этом говорили и те, кто работает в образовании, и те, кто работает в культуре. Конечно, безусловно, для этого нужна и специальная программа по обучению, по привлечению молодых людей, которые хотели бы получить образование педагога и работника культуры по целевому направлению. Это очень важно. У нас есть программа «Земский учитель», и она должна продолжать действовать. Я слышал сегодня «Земский тренер». «Земский тренер» — это пока не федеральная программа, но есть. Да, а республиканская или субъектовая. Но это очень здорово. Нам нужно, конечно, думать о такой же поддержке для работников культуры. И в том случае, если в селе есть соответствующая инфраструктура, сейчас многое для этого делается. Чтобы были, кроме хорошего учреждения культуры, дома культуры, школы, обязательно стадион. Должны быть оборудованы преддомовые площадки. Должен быть детский сад. Должна быть доступная медицина. Должны быть хорошие дороги. Потому что все об этом говорят. Если нет дороги, то человек себя чувствует отрезанным от большого российского пространства. Вот это все и есть та инфраструктура, которая, безусловно, закрепит молодых людей. Вот если мы направим по целевому ли обучению, или по программам, которые я уже назвала, молодых людей в соответствующий населенный сельский пункт, и сможем его заинтересовать в дальнейшей жизни, в этом пространстве, то тогда все-таки острота проблемы снизится. Это не один год нужно. Это, конечно, систематическая работа на протяжении многих, я полагаю, лет. То есть проблема с кадрами лежит именно в обеспечении инфраструктурой, заинтересованностью. Инфраструктуры, и нам нужно кадры хорошо образованные, подготовленные. Поэтому мы должны мотивировать молодых людей, которые живут ли на селе, и будут получать высшее образование или среднее специальное, или тех, кто уже его получает, чтобы они переехали на село. Для этого нужны, скажем так, те показатели, те обстоятельства, которые их убедят в том, что это здорово, туда нужно ехать. Но без хорошей инфраструктуры это невозможно. Но при этом же должно быть соответствующее и финансирование, и должны получать не только федеральные, но и региональные власти тоже. Это, конечно, мы же понимаем, что все, о чем мы с вами сейчас говорим, без денег вообще создать невозможно. Должен быть бюджет для решения такого рода задач. Но, насколько мне известно, и судя по тону разговора сегодня, во время встречи с Фалентином Ивановной и Матвиенко, мы увидели, что эта проблема, она, по крайней мере, обсуждается. И сейчас есть программы, направления, которые набирают обороты, и, возможно, это все вылезет действительно в решение тех задач, о которых вы говорите. Более того, я считаю, что дорогу осилит идущие. Конечно. Мы же всегда понимаем, что могут быть суперсложные задачи. Но если мы готовы работать, а я вижу, что те люди, которые к нам приехали, не просто готовы, они заряжены на работу, и нас заряжают своей энергетикой. Это ничего невозможного, как говорят. Конечно, безусловно. Да, но вот мы живем сейчас в условиях непростых, когда коллективный Запад распространяет пропаганду отмены русской культуры и наших национальных ценностей. Вот как на уровне сельской интеллигенции можно противостоять этой тенденции? Насколько действительно информация, которую получают непосредственно в деревне, в селе, они смотрят телевизор, они слушают радио, как они перерабатывают эту информацию, действительно дают своим детям то, что нужно? Ведь на самом деле нужно работать и с молодым поколением. Ну, прежде всего, с молодым поколением и работаем. И вот те коллеги, которые сегодня выступали, они рассказывали о том, как они интересно это делают. Потому что здесь совершенно современные формы работы, проектная деятельность, участие в самых различных грантовых акциях, так скажем, кванториумы, айти-кубы. То, что вообще-то, вроде бы, мы на слуху всегда связываем с городской агломерацией. На самом деле это не так. Вот все эти формы работы, они применяются там. Но еще важнее, что это люди убежденные. Они любят свою родину, они любят свою малую родину, умеют об этом очень искренне, эмоционально рассказать своим воспитанникам и приохотить их к работе, которой они сами занимаются. И очень интересный был сегодня опыт и модельных библиотек, и вообще библиотек, которые в сельской местности расположены. Библиотека — это совсем другое общество, совсем другая инфраструктура, чем ранее. Люди, которые приходят туда, они не просто там, как правильно говорят, пишут какие-то сочинения или сообщения. Нет, они приходят для того, чтобы напитаться информацией. И если там работает интересный человек, который сам совершенно точно многовекторно развивается, то, безусловно, рядом с ним и будут читать, и будут участвовать в самых различных проектных формах деятельности, и будут влюблены в то место, где они живут. Мне кажется, это самое главное. От этой любви только тогда, когда человек очень тонко, очень трепетно относится к тому месту, где он родился и живет, только тогда он будет настоящим крышланином России. И вот это и делают у нас населения. Поэтому мы и говорим, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей — это прежде всего вот в таких малых поселениях, в селах, в деревнях, поселках городского типа. Потому что те, кто вросли в эту землю, любят ее по-настоящему, умеют ее защитить, умеют передать это свое чувство своим детям, и воспитанникам, и воспитанникам. Но вот вы когда говорите сейчас о тех возможностях, которыми обладают жители сельских территорий, и то, что они представили сегодня на суд из Совета Федерации, сенаторов, ну, наверняка есть вопрос, который возникает у многих законотворцев. Собрать бы все эти методики? Может быть, аккумулировать в какой-то определенный, или с Министерством культуры, в определенный какой-то документ для того, чтобы с этими практиками познакомились и другие регионы, сельские поселения? Они же наверняка не знают, что существуют возможности для продвижения и становления такого рода работ. Да. И безусловно, это уже делается. Делается? Конечно, безусловно, только может быть не межведомственная работа, потому что вы говорите об общем банке данных. А это делается на уровне отдельных министерств. Вот, например, то, что сегодня говорили об агроклассах, совершенно точно, такая методика, она очень важна, потому что она позволит подготовить молодых людей, это, в основном, конечно, техническая сельская интеллигенция, которые целенаправленно получат среднее специальное высшее образование и приедут работать. Вот опыт Бурятия в этом смысле был очень интересный. И они как раз ходатайствуют о том, чтобы была создана такая методическая бежведомственная группа, это будет и Минпросвещение, и Минсельхоз, которые такой опыт работы представят на суд Федерации и помогут распространить этот опыт. Если мы говорим, например, о том, как получить в селе, людям, которые там живут и работают в библиотеке или в школе, грантовую поддержку. Фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив. Для этого нужно создавать НКО. Они как раз говорят о том, может быть, мы поделимся опытом, как это получается у других. И сегодня, например, на площадке, которая, так скажем, у нас проводилась как раз по сбережению духовно-нравственно-тардиционных российских ценностей, говорили о том, какой в этом смысле есть опыт. У кого-то это очень здорово получается, коллегам было интересно узнать, как это происходит. Так что я думаю, что общий банк нужен, но первые шаги уже в этом направлении сделаны. Спасибо. Бесконечный разговор, масса вопросов, масса идей, которые наверняка можно и нужно обсуждать в СССР, и это делается непосредственно. Но я думаю, что мы продолжим обязательно в наших следующих встречах. Спасибо вам большое, Екатерина Борисовна. Спасибо.